Добрый вечер, здравствуйте! Реквиема сегодня не будет, нет. Мы просто хотим напомнить вам о человеке, который просто отошел куда-то. Он здесь есть сегодня с нами. Это Олег Ницков. Если кто-то хочет говорить, чтобы вспомнить Олега, пожалуйста, но это в процессе концерта. Наверное, пусть сегодня больше говорят музыканты, которые будут на сцене. Я на правах ведущего скажу только одно. Все, что я хотел написать об Олеге, я написал в день его ухода, и нет смысла повторяться. Мы с ним познакомились в 1998 году. И знаете, как бывает? Олег был близкая душа, а я ни разу не был у Олега дома. И Олег у меня дома был всего один раз, и то есть порог. Так бывает. У нас связывала музыка. И я сразу же с первых дней в клубе «Динамо Люкс» после концерта Юрия Шепета, когда я увидел фотографию юриных рук на клавишах на концерте, посвященном Билу Эвансу, я понял, что в «Динамо Люкс» пришел настоящий мастер. Настоящий фотограф, который умеет видеть эту жизнь, жизнь музыканта, совсем с другой стороны. Я только говорил о том, что в моей коллекции есть семь портретов Олега Ниско, которые я не люблю никому показывать. Но это как раз тот случай. Он очень часто ловил меня. Так, я повернусь, показываю. Не надо. Он говорит, ну, Леша, не надо. Но есть у меня такие фотографии. Это был мастер, умеющий остановить время. И знаете, что я вам могу сказать? Выходя на этот концерт, и выходя на концерты «Джазн Киев», которые, надеюсь, будут у нас, и на седьмой фестиваль «Альфа Джаст Фест», я всегда буду видеть его под сценой, с этой неповторимой улыбкой, немногословного, понимающего настоящую музыку. Я его буду видеть рядом с Сашей Зубко, Игорем Снесаренко, Олегом Маковским, Димой Туйоном, Аркашкой Митником, может, я забыл еще кого-то вспомнить, Лешей Пыркиным. Люди, которые обычно под сценой, которые для меня являются Славой Янюком, которые для меня являются каким-то атрибутом. Раз они под сценой, значит, сейчас все будет. И поверьте, он сегодня здесь с нами в этом зале, Олежка Ницко. Давайте вспомним его. И банальная вещь, правильные люди говорят, человек жив, пока живет память о нем. А продолжение жизни Олега – это его снимки. Это его отношение к жизни, к музыкантам, которых он очень любил, и эта любовь была взаимной. ИНТРИГУАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Квартет Руслана Егорова Я думаю, что об Олеге можно сказать как раз именно добрые слова, потому что Олег очень добрым человеком был. И таким, он вроде бы был очень всегда сдержанным, но при этом открытым. И он всегда общался с людьми искренне, он искал людей, которые вот искренне говорят всегда, ну что-то делают. Мы с ним часто обменивались какими-то вещами музыкальными, которые находили, делились там этим всем. Много говорили о жизни. Даже один раз мы с моим мужем и с Олегом поехали летом отдыхать на машине Олега. Мы набили всю машину вещами, там гитару взяли и кучу-кучу-кучу всего. И мы поехали отдыхать на Кинбургскую косу, это там между Херсоном и Николаевым. И Олег решил, что будет лучше, если он поставит на свою машину колеса разного диаметра. А машина оказалась очень умной, и в дороге где-то километров 200 от Киева машина перестала понимать, что происходит, и загорелась. И мы вызывали эвакуатор, долго ждали, значит, пока он приедет, и обратно на эвакуаторе вернулись в Киев. Так мы с Олегом не поехали вместе отдыхать. Но это был очень смешной случай, потому что Олег часто хотел что-то сделать как лучше, и иногда получалось очень смешно из-за этого. Искренний. Олег искренний человек. Честный. Наверное, в хорошем смысле эстет. Вот. И добрый. Добрый. Конечно, добрый. И очень, не знаю, как это лучше сказать, вот душевный и отзывчивый. Душевный и отзывчивый. Он всегда поддерживал своих друзей, знакомых. Он умел найти подход и умел сказать правильные слова. Вот, наверное, так. Всем добрый вечер. Я хочу... Я приготовила, конечно, много слов. Это все волнительно. Я хочу сказать, что Олег очень хороший человек. Я не скажу, что он был, он есть. Он есть в его фотографиях, он есть в воспоминаниях людей, которые с ним знакомы. Вот. Очень сложно говорить, какими-то категориями, да, что вот там мы были близкими, друзьями. Я скажу так, что, наверное, это правильно сказать, что мы были очень хорошими приятелями. И Олег всегда умел выслушать, он знал все секреты мои, он мог поддержать в чем-то. Я просто скажу, что я желаю всем, чтобы у всех был такой друг, такой человек, тонко чувствующий, который отличит фальшь всегда, подскажет, как поступить. Вот. И спасибо за то, что я с ним знакома. Первая песня называется Nature Boy. Я, как всегда, волнуюсь. Вот. Но... И, как всегда, волнуюсь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Браво! Назгуль Шукаева. Алексей Боголюбов. Валентин Корниенко. Назгуль, спасибо тебе. Тонкий, чувствительный, ранимый, добрый. Он очень сильно любил музыку и в музыке передавал свое творчество через фотографии, через картины. И он всегда в наших сердцах. Мы очень его любим. Всегда, когда я буду исполнять свои песни, он всегда будет присутствовать как часть концерта, как часть музыки. И это правда. Потому что самые красивые фотографии, которые он снял, самые красивые песни, которые звучали, они все между собой взаимосвязаны. И это великое чувство благодарности, оно нас всех музыкантов никогда не покинет. И это правда. Я хочу сказать пару слов, что душа, она живет бесконечно. И память, светлая память о хороших людях, она тоже живет бесконечно. Поэтому для меня музыка, я знаю, что для Олега это было что-то... Он так часто приходил в мастер-класс, пусть не именно в этот мастер-класс, который находится здесь, а еще на Лаврской. Он очень любил музыку, и поэтому сегодня мы все здесь и собрались. И музыка, она тоже бесконечна. Она подобна жизни. Поэтому мы выбрали именно эту песню «How do you keep the music playing?». Я думаю, у него это получалось очень. «How do you keep the music playing?», «How do you keep it last?», «How do you keep the music playing?». eta's the song from fading to a fest? «How do you lose yourself to someone?» «And never lose yourself?» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok The more I feel, the more that I'm afraid That in your eyes I may not see forever Forever If we can be the best of lovers Yet be the best of friends If we can try with every day To make it better As it grows With any luck That I suppose The music never ends I know, I know The way I feel for you is now and ever The more I love The more that I'm afraid That in your eyes I may not see forever Forever If we can be the best of lovers Yet be the best of friends If we can try with every day To make it better As it grows With any luck That I suppose That music never That music never That music never 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 Have Сначала и смотрел на тебя. В этом было столько текста, столько слов и столько эмоций, что даже не нужно было этих слов. Все было и так понятно. Мы дружили. Мы даже как-то вместе собрались ехать на отдых на машине, на его. Правда, эта поездка по техническим прессинам не состоялась, но было... Да, да, да. Мы с Надей, с Олегом решили ехать на Кенбургскую косу. Это было смешно. Правда, Олег попал в деньги, но он не подал виду и остался... Ну, как бы все было хорошо. Да, это было смешно, хотя и накладно для него. Ну, так получилось. Но это уже все в прошлом. Все материальное забывается очень быстро, а вот эти эмоции, которые были, они остаются. Я очень рад, что Олег был и остается в нашей памяти человеком искренним. И я бы хотел пожелать, прежде всего, себе и всем моим друзьям, чтобы после того, как я или там кто-то еще уйдет, другие люди, его друзья думали так же хорошо о нас, обо мне, как я о нем думаю. Он остается в памяти. Это самое главное после смерти. Так что все нормально, все классно. Жизнь продолжается и джаз с нами. Олег был таким человеком. Есть такой человек в наших сердцах и душах, который в моем личной жизни оказался в один прекрасный день учителем. Все мы можем быть друг другу учителем и даже дети. И была такая ситуация совсем недавно. Он просто позвонил, поздравил мне с днём рождения. Обычно его поздравления самые прекрасные и теплые. И он спросил, ой, почему у тебя такое грустное настроение? Что-то не празднуешь? Я говорю, что-то не празднуешь. Он говорит, давай как-то увидимся, пообщаемся на тему творчества, фотостессии, может быть, что-то. Какие у тебя планы? Я ему рассказывала о своих новых идеях, и что бы мне хотелось сделать. И он мне сказал, что нужно не останавливаться. И самое главное, что в человеке это красота души. И нужно светить всегда. Вот эти слова мне всегда очень памятны. И в нужный момент я их вспоминаю. И всегда он очень тепло обнимался. Каждого человека, которого он видел, он улыбался. А ещё была ситуация, которую тоже мне очень приятно вспоминать, когда тяжело отпускать кого-то. Ты страдаешь, плачешь, или же ты начинаешь видеть другой путь. И вот Олег в этой ситуации подсказал, напомнил ещё раз, каждый из нас это знает, о том, что нужно улыбаясь и с радостью отпускать. А это знак того, что он сейчас тоже здесь с нами присутствует. И это подтверждается. И самое последнее воспоминание из живого контакта, когда неожиданно человек хочет сделать тебе приятное и доброе. Мне бы хотелось, чтобы мы друг другу делали даже неизвестным людям. Есть в Фейсбуке такая история, когда пишут, кто меня что-то там поздравит, или что-то напишет мне первый смс, лайкнет, я в течение года обязуюсь сделать подарки. Вот Олег был такой человек, который просто так. Он видел тебя на альфа-джазе, говорил, пошли, я тебе покажу одно заведение, там потрясающий кофе. Или иди сюда, я тебе кое-что покажу, посмотри на этот ракурс, видишь? Или посмотри, какое фото. Я поймал совершенно случайно этот момент, эту эмоцию. И я так каждый день вспоминаю о том, что еще я говорила о нем с ним, и что я помню о нем. Только самое светлое, только самое доброе, только самое душевное. Я столько читаю в интернете, сколько пишут люди о нем. Мне кажется, что мы можем быть примером для других людей, просто своей добротой, своей душевностью, своими самыми лучшими качествами, которые могут тронуть до глубины сердца. Я очень счастлива, что я познакомилась с супругой и с дочерью Олега, о которых он всегда говорил, какие у меня самые хорошие девочки. И очень вы красивые, так как он красиво вас рассказывал. Ну, самое главное, что сегодня здесь друзья. Спасибо всем, кто это создал сегодня. И мы можем сделать самый большой подарок для него. Он любил джаз и любил музыку. Олег был чрезвычайно добрым человеком, действительно. Всегда старался, если видел, что что-то не так с настроением, спросить. То есть он не проходил никогда мимо. А что с тобой? У тебя все в порядке? Всегда. Это, конечно, уникальное качество. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok какую музыку он слушает, какая у него культура общения. Это все было мне очень близко. И о многом чем можно было с ним поговорить. И он понимал, и я его понимала. Также он стал хорошим таким товарищем, вдохновителем. Всегда спрашивал, чем я сейчас занимаюсь, какой проект. Давай-давай, свети-свети, развивайся. Ты красотка, ты молодец. Мне нравится ваша музыка. И этим он вдохновлял, и хотелось сделать еще больше. И что очень мне нравилось, мы всегда с ним, когда говорили о музыке или о людях, о душе человеческой, все это подытоживалось развитием глобальным человека. И мне нравилось, что мы приходили к такому целостному общению. Не только о музыке, или только о каких-то профессиональных навыках, или же о человеческих качествах. Как-то мы это все соединяли, гармоничное было с ним общение. Он был очень гармоничным человеком. Я что-то вспомнил одну вещь, она была характерна для Олега. Вот для меня это важно. Вы можете со мной не соглашаться, я говорю сейчас это субъективно. Вот рукопожатие у него было. Знаете, иногда бывает, когда с мужиком с кем-то пожимаешь руку, и такое ощущение, что тебе так благосклонно свою ручку вкладывают в твою ладонь. Бывает такое, да? Если кто-то испытывал, поаплодируйте. Если не испытывали, вам повезло. А тут всегда было вот так. Смотришь на него, ослепительная улыбка, как у Олежки, и рукопожатие мужское. Такое, не такое силы, а вот. Еще я хотел бы вспомнить это тоже очень лично. Я вот Аленке делился, Аленка знает эту историю. Ну, кто знает нашего сына с женой, он непростой парень, нестандартный. И он мне сказал, когда у него была свадьба, это было давно уже, в 2004 году. Пап, я хочу, чтобы Олег низко снимал. Я говорю, ну я не знаю, снимает ли Олег свадьба, Олег свадьбы не снимал. Я позвонил Олегу, говорю, Олежка, так и так. Он говорит, ну чувак, я никогда, я там. Так я говорю, вот это детям и надо. Вот он приехал, он очень торопился, он снимал, когда жених забирал невесту, когда они были в ЗАГСе, когда они были в Мариинском парке. Не было ни одной, вот это знаете, свадебной заскорудовой фотографии, постановочной. А на следующий день он уезжал в Крым, он очень торопился. Он позвонил, сказал, Вярик, вот три диска, на них вся свадьба, все, что я снимал. И когда дети сели пересматривать фотографии, не удалили ни одной. И это был действительно джазовый подход к съемке вот такого совершенно нестандартного для него мероприятия. Владимир Каминский уже на сцене. Да, Владимир Каминский. Евгений Самсонов, такой лирический номер, колыбельная, из кинофильма «Роман совлюбленный». Владимир Каминский. Ночью за твоим окном ходит сон. По снежной пороше ходит сон хороший, Ах, какой хороший тот сон. А за первым, а за сном, за твоим, да за окном. По земле холодной ходит сон негонный, Ах, какой негонный тот сон. Первый сон я заманю, А второй я прогоню. Ты глаза скорее закрой, Что плохой не снился. Ах, хороший сбылся, Ах, хороший сбылся, Ах, скорей сбылся Твой сон. Сны, ведь снятся неспроста, На заре роса чиста, Бродит в моросе мечта, Пусть она найдется, Я в ее обернется. Пусть мечта найдется, Мечта. 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 baj真的... Субтитры создавал DimaTorzok Это очень добрый человек, это в первую очередь Если пять слов, очень такой заботливый, чувственный в плане, что всегда вот даже с полуслова и без слов понимал Вот он мог посмотреть на меня и понять, что вот мне нужно чем-то помочь, что-то спросить А когда не нужно, он не трогал меня, вот как бы все чувствовал меня Ну у нас, конечно, с ним родственная связь Но вот как бы я знаю много примеров других отцов и так далее Но для меня вот именно как-то вот человек, который может вот прочувствовать, помочь в любой момент Вот просто вот поддержать, утешить, даже вот без слов Он был очень немногословным человеком, но я всегда чувствовала его поддержку, заботу, его любовь И как-то вот, ну это все до сих пор я чувствую, несмотря ни на что То есть он всегда со мной, он всегда, его забота, любовь и поддержка Далее могу сказать, что вот он очень лучезарный человек То есть он вот всегда вот улыбался каждое утро, каждый вечер То есть вот доброе утро, спокойной ночи, он всегда с улыбкой И вот всегда вот даже закрываю глаза, вижу его улыбку И вот я там даже смотрю на фотографии, там он, даже вот те фотографии, которые сегодня показывали Там не на всех он там улыбается и так далее Но я его запомнила, вот его улыбку, его вот горящие глаза улыбчивые Вот для меня это как-то вот, его улыбка вот меня согревает очень Даже вот сейчас тяжелые моменты, я вот так себе представляю и мне становится легче Безусловно, мне просто сейчас как-то, извините, просто очень сложно сегодня вообще Ну такой концерт, на самом деле Я знала, что мне будет тяжело здесь, как бы, но я думала, что я вообще-то буду сидеть и плакать А я пришла и такая музыка, ну была и грустная, и радостная Но в любом случае очень так все как-то облегчение такое вот через музыку Оно вот как-то все-таки чувствуется Вот говорили, что вот музыка бесконечна, так же как там душа, жизнь бесконечна И действительно, ну так, вот как-то так Есть небольшое вот даже вот какое-то такое умиротворение И наступило даже какое-то спокойствие Дальше, если продолжать, я уже отхожу от темы Безусловно, ну даже вот там профессиональный, непрофессиональный фотограф и скажут, не скажут Но вот действительно это был очень и есть Я не могу говорить, был для меня это слово как-то вообще, ну Не могу даже говорить этого слова Очень такой спокойный, умиротворенный человек Который вот, что, чему я вот хотела научиться и вот сейчас буду учиться У него это уметь наслаждаться жизнью, наслаждаться моментом Я такая более, может, суетливая, вот такая вот Нужно бежать, что-то делать постоянно, так быстро, быстро, быстро Он умел вот так вот остановить для себя моменты, наслаждаться, находиться в этом моменте И получать удовольствие от всего, что он делает То есть он вот нашел себя в этом деле фотографии Хотя там изначально, возможно, это не было его профессией Было больше как такое сначала увлечение, хобби Потом только переросло вот просто в дело его жизни Я тоже вот стараюсь сейчас как-то так найти себя И вот постараться научиться перенять вот это вот Вот это умение, наслаждаться каждым моментом И получать удовольствие от всего, что вот я делаю Иногда приходил, говорил, Лёш, что там нового, что послушать? Я говорю, вот послушай там Ибрагима Малуфа Вечером открываю компьютер, висит какое-то видео или какой-то трек Олег Ниско Я всегда писал ему, ну-ну Что-то еще повесил, Ларс Даниэльсон, это было для него открытие Я вроде уже так снисходительно Я это давно уже слышал, а ты там сегодня вот И ничего не отвечаю, звонок Я говорю, привет Говорит, а где ну-ну? Да, он часто будет приходить к нам, Олег, такой он был человек Вот мы сейчас будем играть программу, как наша жизнь, да? И светлая, и не очень светлая И грустная, и не грустная Но первая песня будет, она ему нравилась Лаура Марти, Джазан Киевбен Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Tá triste a lua sem compaixão Sempre a vagar no céu Hoje a minha Homem amada Hoje a minha namorada Vai e diz a elas Minas penas e que eu peço Peço apenas Que ela lembre Nas nossas horas de poesia Das noites de paixão E diz-lhe Da saudade Que me vesti Que estou sozinho Que só resisti Meu canto triste Na solida Da saudade Da saudade E diz a elas E diz a elas Minas penas e que eu peço Peço apenas Que ela lembre Que ela lembre Nas nossas horas de poesia Das noites de paixão E diz-lhe da saudade Que me vesti Que estou sozinho Que só existe Meu canto triste Nasceu 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 Александр Павлов Саша, когда узнал об этом концерте Саша, человек скромный, он говорит Ребята, я очень хотел бы тоже вспомнить Олега и сыграть Ара! Еще одна бразильская песня, веселая Как Ницик любил Саша, человек скромный, он говорит Саша, человек скромный, он говорит Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Конечно, как любая женщина, я так немного ревновала его, наверное, к музыке, естественно, что было такое большое внимание к девочкам, которые исполняли джаз, но надо отдать должное, что он всегда очень тепло относился к музыкантам, очень тепло, и всегда он как-то никогда не приходил, говорит, вот тот там сфальшивил или что, никакого осуждения не было. Он мог сказать, вот, да, сегодня была непростая музыка, вот, может быть, некоторые вещи надо было сделать по-другому, он потому что очень тонко чувствовал музыку, и поэтому, наверное, вот такие вот необычные люди у него на фотографиях, вот они постоянно в какой-то либо задумчивости. Он был мастером мгновения, и он реализовал себя не только в джазовой фотографии, он очень много сделал для интерьерной фотографии, много работал в репортажной фотографии. Он же проработал больше восьми лет на канале «Один плюс один», и, в общем, тоже много сделал и для телевизионной фотографии, и для продвижения телевизионных звезд, телевизионных проектов. То есть он много чего успел. Жалко, что так рано ушел. Сейчас мы поговорим о времени, о времени с точки зрения Тома Вейтса. Нам что-то захотелось сегодня сыграть в память об Олешке эту пьесу, потому что, знаете как, время, у каждого свое время, и только время определяет ценность какой-то музыки, ценность человека, ценность души человека. Только время бьет, когда нам плохо, как говорил Том Вейтс, гвоздями по асфальту. Только время возвращает нас в те времена, когда нам было весело, когда мы видели Олега, когда мы с ним разговаривали, когда мы любовались его работами. Время, которое не остановилось, благодаря фотографиям, благодаря Насте, а я смотрю на него, а это папа вылитый. Время. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Играет музыка 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 Спасибо огромное всем, кто сегодня вообще сделал этот праздник для Олежика. Ну реально, это такой светлый, такой радостный для него момент, для его души, для всех нас, потому что настолько он любил музыку, настолько он любил музыкантов, и это было взаимно, потому что в его фотографиях сразу же фальшба была видна. То есть он настолько любил, особенно женщин в музыке, и столько поэтому сегодня прекрасных женских портретов, они все такие чувственные, они все такие красивые, они все такие окрыленные на его фотографиях. Вот так он чувствовал. Правильно сказала Назгуль, что он не пел. Единственную песню, которую он брался петь, это «Ваше благородие», где-то на втором куплете он ломался. Говорит, да, что-то со словами, я не то напутал. Но он обладал уникальным слухом, поэтому когда мы пытались что-то дома петь, он как-то показал, что надо сворачивать всю эту нашу деятельность, потому что это никуда не годится. Вот я пыталась там, конечно, сказать, что ну как же, я там тоже солировала в хоре центрального радио и телевидения Киргизии, он говорит, вот там я и оставаюсь. Вот, Олежек был с таким очень тонким чувством юмора, он шутил редко, но как-то так очень метко. Если бы он, конечно, знал, что Леша сегодня возьмет инструмент и будет вот так играть, он бы от нас так скоро не ушел. Я хочу поблагодарить мастер-класс, я хочу поблагодарить Джазен Кифф, я хочу поклониться каждому из вас, которые сделали сегодня этот вечер. Но он для меня очень светлый, и для меня, для Настеньки, потому что, ну, действительно, человек живет, пока есть память, пока столько людей вспоминают, когда есть вот это вот его наследие сумасшедшее, оно такое огромное, его просто объять невозможно. И я сама некоторые фотографии впервые увидела сегодня и просто ловила каждый кадр, и столько в них света, и столько теней, и столько такой неопределенности, и такой загадочности, все вот это вот было в Олежике. И светлая ему память, и я могу сказать только то, что это реально благотворительный концерт, потому что все средства, они пойдут тем людям, которые сейчас борются просто за свою жизнь, и которым это очень необходимо. Это я вам обещаю с полной ответственностью. Поэтому еще раз всем низкий поклон. Огромное вам спасибо за ту атмосферу всем музыкантам, всем ребятам, которые сегодня просто с одной стороны рвали душу, а с другой стороны возносили его вот там вот к нему, потому что правильно сказала Кристина, он так умел обнимать, что, наверное, мало кто так умел обнимать, потому что он в каждом объятии человеку хотел подарить свою энергию, какую-то свою помощь предложить и как-то поддержать людей. Поэтому давайте чаще друг друга обнимать, прижимать к себе и дарить друг другу тепло. Это так важно, и берегите себя, и крепкого всем вам здоровья. Огромное вам спасибо. А сейчас вы все разойдетесь и останутся в зале пустые стулья, точно такие же, как на фотографии Олешкинского. Берегите друг друга, спасибо, что вы сегодня были с нами. Еще раз напоминаю, все средства сегодняшнего концерта мы передаем Аленке и Настеньке. Пусть это будет таким нашим вкладом в память об Олешке. Спасибо вам. Спасибо всем музыкантам. Все, кто играл, выйдите на сцену сегодня, ребята. Лида, выходи. Лаура, все, кто остался, не ушел на другую работу. Леша, Назгуль, Валик. Это друзья Олега. Спасибо вам всем. И спасибо Пашке Галецкому, Димке, Александрову, Колике, Саневу, Руслану Егорову, Руслану Егорову, которые все равно пришли, чтобы нас поддержать. Женька, где ты, Самсонов? А, он здесь. Лида, Новохатька. Артур, спасибо тебе. Лешка Харламов, спасибо. Ну все, хватит, нам хватит. Спасибо, ребята. Да, еще Манибокс на столе Узи Артура, если кто-то захочет. Спасибо вам. Спасибо, Леон. Спасибо, что вы пришли. Это приглашение. Мы кинули кличку. Спасибо. 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 Спасибо.